Возможно, у вас уже есть породистый котенок. Мир профессионального бридинга представляется очень заманчивым и привлекательным. Хочется узнать как можно больше о любимой породе и скорее приобщиться к увлекательному процессу кошачьих шоу. И в этом случае полезно сходить на выставку без кошки, чтобы в будущем ориентироваться в этом шумном и непростом действии куда быстрее. Танкинезы. Единственная порода в мире, у которой при соболином окрасе зеленые глаза. Танкинезы отличаются также тем, что они очень дружелюбные, очень контактные. Нулевая агрессия. Кошки-собаки. С ними можно путешествовать, ездить. Очень хорошо относятся к детям. Абсолютно нулевая агрессия. Как бы ребенок с ним не обращался, он все равно только мурлыкает. Можете потрогать и погладить. Отсутствие подшерстка придаёт шерсти шелковистой. И в принципе очень небольшая, некрупная кошка. В среднем кошки 3 килограмма. Коты 3,5. Это девочка. Девочка Дарли. Она, кажется, немного труднее возьмут. Ой, глаза. Глаза, да. Данный котенок уже участвовал в выставке. Он был номинирован два раза на Бест. И два раза был лучшим котенком всей выставки. Ну, реально кошка, поддающаяся дрессировке. Это правда. И кошка, которая, вот ты с ней, ты, ну как кошка-собака, ты ее с собой берешь, и она счастлива. Да, то есть как бы, то есть ты ее взял с собой в машину, она сидит рядом и довольна. Но нельзя в машине все равно кошку оставлять без, без переноски, потому что она может залезть под ногу. Ты, допустим, с ней можешь путешествовать. Котята с этой, допустим, с этого помета. Трое живут в семьях с детьми, а одни вот прям путешествуют. Реально путешествуют с детьми по всему миру, вплоть до Израиля. То есть и они спокойно его берут. У них на поводке кошка ходит, все удивляются. Но, тем не менее, кот у них вместо собаки. Это очень, как они говорят, удобно. Да, возможно. И они мурлыкают практически круглосуточно, то есть все время. То есть как только ты их начинаешь гладить, они сразу начинают мурлыкать. К примеру, вы уже выбрали породу, представителя которой хотите приобрести и даже посмотрели объявления и сайты питомникам в интернете. Что-то вам даже понравилось настолько, что вы готовы ехать за котенком. И формой подачи, и фотографиями, и ценой. Будьте осторожны, это не более, чем сетевое знакомство. Непрофессионал никогда не сможет определить качество и породность маленького отдельно взятого котенка, который, конечно же, настолько очарователен, что его тут же захочется забрать с собой. Вот можете посмотреть на котят. Порода сибирская, разновидность невские маскарадные. Очень интересная порода. Компанийские котята такие. Их называют коты-компаньоны. Отличительная черта у них, вот как видите, белая шубка, голубые глазки. Пушистые, как сибирские, окраска, как у сиамских. Очень такие социализированные котята. Любят гостей. Приходят, когда в дом люди, они обязательно должны познакомиться. Причем интересно, что они такие вот, я бы сказала, тактичные. Вот если видят, что с ними заговорили, все, они очень будут, от вас вообще не отойдут. Будут ходить хвостиком, принимать участие во всех делах, которые вы делаете. Белье помогают стирать, гвозди заколачивают, что угодно. Они все интересно, очень любопытные, любознательные. Сколько им вот этих? Этим три с половиной. Мы когда выбирали этих котят, выбирали именно здоровых. По показаниям, чтобы котяточки были здоровые. Я его так просто. Ой, вот эта красота какая. Да, у этого котика у нас папа чемпион мира. В 13-14 годах по рейтингу... Это котики? Да, это два мальчика. В 13-14 годах по рейтингу Top Cat, международный рейтинг, папа был признан лучшим в породе. Так что они у нас такие, именитые. Это вот этого котика? А это все, это один помет. А, это брат с братом. Это два братика, да. А вот там две сестрички внизу. Не, ну они просто... Очаровательные. То есть вот мы когда, я говорю, выбирали по здоровью, ну, конечно, внешний вид, а какие они оказались по характеру, мы просто не ожидали. То есть все ожидания превзошли. Лучше, чем родители? Не, ну вот когда мы выбирали Невских маскарадных, это уже котяточки, да. Я говорю, саму вот первая наша кошка, очень мы довольны. И вот это уже пошло от нее потомство. Красавчик. Рекомендую всем. Как же набраться опыта и совершить правильный выбор? Ваша задача увидеть как можно больше представителей любимой породы в разном возрасте, типе и окрасе. И это как раз проще всего сделать на выставке. По крайней мере, там вы точно можете быть уверены, что вы видите подлинных представителей породы, готовых между собой конкурировать, а не полукровок. Мэнконы североамериканские, очень ручные. Они, как бы, вот сами по характеру они идут, они вас и проводят с работы, и на работу тоже проводят. И, знаете, уникальная такая черта, то есть они ненавязчивые. Вот вы пришли, допустим, с работы не в настроение, они на вас посмотрят и отойдут. Они подождут, пока вы будете в хорошем расположении духа, А потом они вас просто задушат своей любовью, чтобы вы их погладили, они вам песенку споют. И есть отличительная черта, как бы, от всех других кошек. Они не мяукают, они мурмякают. И получается, то есть вот так вот, как бы, мам, мам, вот, ну, вот. Живут дома вот у нас собаками. То есть они друг другу не мешают, они находят, ну, и здесь компромисс, что в общении. Это котенок, да? Это, да, это девочка, она еще у нас маленькая. Вот. Они, значит, они растут до трех лет. Ну, то есть как бы взрослеют уже. А до трех лет это просто маленький, игривенький котенок. Играть любят. Вот единственное, что сейчас, как бы, боятся, потому что дома сидим, никуда не выезжали. Вот решили выехать первый раз, как ребенок-подростый. И поэтому, вот, как бы, пугаются. А так у нас дома папа, значит, интерчемпион породы. Он очень любит на выставке ездить, вот, лежит спокойно, показывается, вот. То есть, вот по характеру, как бы, ну, компаньоны очень хорошие. У ней мама, правда, один глаз голубой, другой рыжий. И где голубой глаз, она не слышит. Ну, вот у нас такое чудо родилось. То есть она слышит двумя ушами. А папа у нас черный солит. Мама белый солит, папа черный солит. Вот у нас такая девчонка есть. Голубоглазая, то есть вот. Ой, ну она же красавица. Ну, просто красавица. Да, вот тоже. Приехали, да, ну вот ждем своего покупателя, кто такую красоту заберет домой. А сколько вообще такое? Ну, примерно, сколько такое котик стоит? Ну, вот мы за девочку 25 просим. Выставки кошек проходят в крупных городах практически каждые выходные. Существует достаточно неплохой календарь выставок, которым пользуются заводчики. Он удобен тем, что большинство выставок обсуждаются на форуме. А раз так, вы можете заранее взглянуть туда и узнать, кто будет судить, кто туда собирается и какие страсти кипят между будущими конкурентами. Обратите внимание, что выставки проходят по различным системам. Изучить стандарт любимой породы совсем не вредно. Так вам будет проще понять принципы судейства. Большинство кошек выставляется по самым разным системам. А некоторые организации признают оценки друг друга. Конечно, лучше всего попасть на крупную выставку, на которой представлены не менее 100 животных. Но каждый клуб-организатор имеет свои сильные породные направления. Так что на месте вы можете не обнаружить именно тех кошек, на которых вы пришли посмотреть. Как этого избежать? Да просто позвонить в оргкомитет и спросить, сможете ли вы в качестве посетителя увидеть определенную породу. Вряд ли вам сообщат точное количество животных. Это не везде принято. Но какую-то информацию вы получите. Шотландские котята, они тоже очень ласковые. Но в основном они как диванный вариант. То есть они любят лежать на диване. Они абсолютно не агрессивные, но живут, так скажем, своей собственной жизнью. То есть они пушистые, плюшевые, милые, но самостоятельные. Конечно, на выставку лучше прийти с утра пораньше в первый день. И заводчики, и животные еще не устали. Судейство не сбилось с графика. Увы, и такое бывает. Белочка бенгальская, да. Белочка, она боится, она вот мурочку прячет на руку. Первое, что вы делаете, это приобретаете каталог. И в спокойной обстановке отойдите в сторону. Кошки никуда не убегут. Они в палатках. Отмечаете те номера животных, которых вы хотели бы посмотреть. То есть открываете страницу породы, на которую вы пришли любоваться. И смотрите, сколько взрослых животных, котиков и кошечек, юниоров и котят вы сегодня сможете увидеть. Обычно рядом с именами кошек указана дополнительная информация. Кто родители и откуда они родом. Обычно название питомника указывается в качестве приставки к имени. Когда родилось животное и за каким титулом пришло сегодня. Так вы сможете отличить дебютантов от заслуженных особ. Вся эта информация может вам пригодиться в будущем. Более того, подходя к новой палатке с кошкой, я рекомендую освежить в памяти, кого вы сейчас будете смотреть. А это как называется вот такой окрас? Это снежные бенгалы. Вот это оно такое нежняшечка. Да, по-моему, дебят такое. Это мальчик такой. А ну поверните чуть-чуть ко мне. Ой, такое фейса. Давай посмотрим. Это что, как называется? Ой, европейская бурма. А, бурманская кошка, да? Да. Он маленький будет, да? Небольших размеров. Ну, он будет компактный. Он вот, знаете, как на французского бульдога похож. Вот там квадратный вот. А, я поняла. Потому что развет интересный. Бывают они вытянуты по корпусу. Ну, он вот именно компактный мальчик. Смотрите. Видите, он такой, не вытянутый по корпусу. Вот как квадратный. Ага. И для сравнения вот красных, они более растянутые. Да, 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 да. Такие. Ну, это вот как бы линии. А это что за цвет? Кремовый, да? Да, это крем. Это самый светлый в пороге. Месяца по три уже? Нет, им больше, им четыре месяца. Кажется. Эти родились 30-го, 08-го. Этот мальчик 23-го, 08-го родился. Видите, у них ореховые глаза. Да, да, да. Вот. Обычно цвет вот янтарный, вот как у него. Видите, у него янтарный. На выставке существуют определенные правила поведения, которые стоит знать заранее. И в особенности рассказать о них детям. Они вполне разумны и продиктованы заботой о животных. Если вы видите занавешенные палатки, это делается для того, чтобы животное не перевозбудилось перед экспертизой, а не для того, чтобы оскорбить чувства посетителей. Поэтому спрашиваем разрешение сфотографировать животное, а уж того больше – погладить. Если вам разрешили погладить кошку, непременно протрите руки дезинфицирующим гелем, которым вам должен предложить сам заводчик. Выставка «Эпидемически опасные мероприятия для кошек». Которые по своей природе никогда не живут стаями. Это родные. Братники и сердечки. А, просто ушки разные, да? А так в нашей породе так оно и есть. Кто-то с такими ушками, да? Кто-то с такими. Вот эта девочка, наверное. Я не угадала. Вот эти две барышни. Вот так вот. А вот это два парня. Ничего себе. Он мелкий, самый маленький получается, да? Самый маленький, самый мамин любимый. Ну, была еще одна девочка младше, но ее по задавке ее сразу и забрали. Понятно. И какой он самый маленький по характеру? Просто пластины. Если хотите, можете обработать руки, я дам. Я понимаю, что... Не, не, не буду, не буду врать. Нет, его вы не поймете, пока не берешь руки. Он тарахтит так. Да, его только дотрагишься. Он тарахтит так, аж руки содрогаются. Вы видел, да? Да, да, да. Ну, вот это лучшее, это мы делаем. Вот спали, видишь? Он же спал. Да, да. Не просто обычно маленькие, они самые залюбленные. Мамин сынок, мамин сынок. А кто любит, чтобы сузо чесать? Ну, да. Да, маму, бабу, не мое. Мамину пальчики. Ты мой родной. Это им сколько? Ну, 12-го будет 30. Да, вот видите, не кусаемся. Мы все нежно так. Ты мое солнышко. Ой, вот, все без коготков. Вадь, 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 вадь. Ну, иди хоть потом, ну, иди там, не спал. Ну, хватит обрагаешься. Хорошего. Иди в пиловашку. Иди в пиловашку. Очень важно правильно построить беседу с заводчиком и вызвать его на контакт. Ведь вы же пришли за знаниями, не так ли? Люди, которые занимаются разведением кошек, очень разноплановы. Вы можете встретить специалиста, а можете и новичка, который впервые пришел на выставку и знает меньше вас. Попробуйте понять каждого. Они очень преданы кошкам. Только каждый по-своему. Думаю, лучше всего спросить. Расскажите, пожалуйста, о ваших кошках. Вы не увидите здесь ни одного такого. Уже достаточно редкий такой вариант. Модель. К маме. Мама. Мама. Караул. После разговора не забудьте взять контакты заводчика. Обычно это бывает визитка или буклетик. Или записать координаты в каталог. Это такой у нас мальчик. Понятно. Где там? Девочка, да. Это порода Деван Рэ. Моя хорошая. Тихусики, коротенькие. А, так и у них должно быть? Да. Завиток вот такой вот каракульчой. Да с голубыми глазами он еще. Голубые глаза. Голубоглазый блондин. На всю выставку один. И сколько такой мальчик? 25. Красота. Сливан Афган. Будет очень хорошо, если вы пометите на визитке или в каталоге ваши впечатления. После посещения выставки информация смешается. Ее будет много. Пока вы перемещаетесь от палатки к палатке, уже идет экспертиза. У каждой выставочной системы свои правила судейства. И будет неплохо, если вы о них прочтете заранее. Или даже сделаете распечатку. Итак, вы увидели победителя вживую. Стоит ли считать, что остальные кошки хуже? Нет, нисколько. Именно поэтому на выставку приглашают нескольких судей, чтобы заводчики и зрители могли узнать как можно больше мнений специалистов. Сформулируем так, если животное выиграло призовые места, это отлично. Но если в этот раз удача отвернулась, это ни в коем случае не делает животное вторым сортом. Однако каждому будет приятно, если вы поздравите участников, раз уж вы познакомились. На выставке в каждой второй клетке традиционно продаются котята. Стоит ли их покупать? И нет, и да. Нет, потому что выставка весьма опасна для котят с медицинской точки зрения. Абсолютно здоровое изначально молодое животное может стремительно разболеться и умереть у вас на руках через пару дней. Иногда необъяснимые болезни и смерти наступают и у взрослых животных, выигравших или не выигравших призовые места. Каждый раз, идя на выставку, любой заводчик рискует. Да, потому что на крупные выставки иногда привозят прекрасных ухоженных котят из региональных питомников, часто сочетающих уникальные линии. Иногда их продают по очень привлекательным ценам. Просто потому, что питомник – крайне затратный бизнес. И рынок регионов отличается от московского рынка. Проданный в крупном городе котенок может финансово поддержать питомник и оправдать поездку издалека. Это им сколько? Три месяца и неделю. Три месяца им уже? Ну они такие шустрые, быстрые, но маленькие. Это американская линия, они взрослые, 2200-2500. Шикарные, как мышки вообще. Тонкие, звонкие, как статуэтки. И сколько они стоят? 35. Сколько? 35? 35. 35. То есть она маленькая будет кошечка, да? Да, ну 2200-2500 максимум. Бывают даже и 2 килограмма. Это американские линии, они маленькие. Да, да, да. Я даже не знала, что они еще другие есть. Есть Европа, есть Америка. Да, у меня у подруги просто крупная. Это Европа. Ну такая килограмма, 3,5 точно весит. Может быть, папа американец или мама американца. Ну кошки, они же, в принципе, маленькие кошки. А вот коты, они по кругу. Впрочем, цена и качество котенка могут быть откровенно завышены. В кошачьем мире встречаются самые разные люди. Получить приятную сверхприбыль от сентиментальных и избалованных жителей мегаполиса стандартное развлечение некоторых ушлых заводчиков-коммерсантов. Чтобы не извести себя сомнениями, я посоветую не покупать котят. На выставке подписание договора, выдача метрики, адекватный осмотр котенка часто невозможны из-за суеты. При этом вам никто не мешает договориться о встрече с заводчиком позже. Вы можете даже оставить задаток. Только, пожалуйста, будьте здравы и подписывайте необходимые бумаги. Бывают, знаете, какие люди фотогеничные, которые как вот фотомодели, да, которые... Да, да, да. Вот он фотомодель, а этот нет, этот видеомодель. Да. С другой стороны, если вы ищете будущую звезду, обратите внимание на котята-юниоров, собравших призы. Часто они также предлагаются к продаже. В таком случае вы можете быть уверены, что качество животного соответствует заявленному. Риски о здоровье и прочей формальности уже на вашей совести. Вы просто становитесь в ряд заводчиков. Если у вас есть амбиции, вы можете не успеть. Но все же спешить никогда не следует. Вы уже достаточно устали. Обычно на выставке есть масса возможностей переключиться. На шоу принято проводить забавные конкурсы, которые помогают разрядить обстановку и развлечь детей, которых обычно присутствует великое множество. Не стоит проходить мимо стендов с товарами для животных. Зообизнес развивается стремительно. И как раз на выставках кошек презентуют самые интересные и новые товары для наших любимцев. И напоследок о прозаическом. Выставка кошек в первую очередь сборище фанатов своего дела. Было бы странно, если бы на этом никто не получал свою маленькую выгоду. Удовольствия сопровождаются традиционно недешевой парковкой. Заранее подумайте, как разумно приткнуть автомобиль. Весьма дорогим и скудным буфетом. Возьмите с собой не просто бутерброды для детей, а и много всяких вкусностей, соков, воды. Вы же идете на праздник. И продумайте, чем вы отличаете детей от бесконечных прилавков с кошачьими сувенирами. Иногда для этого достаточно запастись сюрпризами из ближайшей палатки.